Здравствуйте, дорогие товарищи! Вы даже не представляете, насколько вредны перекусы, и сейчас я вам докажу, почему. А у вас будет шанс изменить свою жизнь к лучшему дольше жить здоровыми людьми. Перекусы люди делают сладкими и вредными, как говорится, вкусненько и вредненько. Но так хочется. Потому в них в перекусах и смысл, и суть. Потому такая тяга к ним – зависимость. А они провоцируют всплеск инсулина. Но через полтора-два часа опять возникает чувство ложного голода. Так как возникает гипогликемия, когда инсулин удалил сахар, ну, глюкозу, из крови, пока он еще может проводить ее в ткани. Перекусы повышают аппетит, и люди переедают, а лишний сахар и калории приводят к болезням и более короткой жизни, чем отведено. Причины перекусов – стрессы, депрессия, условные рефлексы от вредной привычки, вроде попкорна в кино. Особенно сильные пищевые наркотики – те, где есть сахар, соленое, копченое. Но на первом месте стоит сахар, то есть глюкоза, фруктоза, все, что на вкус сладкое. Перекусы настолько вредны, что они даже хуже высококалорийного питания. Раньше, в том же СССР, особенно ранним, люди ели три раза в день, а то и два, и никаких перекусов. Тем более, систематически и так часто, много, как сейчас, такого не было. И толстых, и больных людей было меньше. Конечно, и продукты были другие, меньше химии и сладкого. Но и культура питания была совсем другая. Не кусочничай, говорили детям. Дождись обеда. Да и потом дети-то не сидели за компьютерами, которых не было, а гуляли, играли, бегали целый день. Какая там еда. Обедать порой не приходили. Помните, на быстрые углеводы быстро растет сахар в крови. За ним сразу идет всплеск инсулина. А высокий инсулин при его постоянной выработке из-за перекусов перегружает, истощает поджелудочную железу. Постепенно она изнашивается и вырабатывает инсулина все меньше. А в клетках возникает инсулинорезистентность, то есть невосприимчивость к инсулину. В результате в крови остается много сахара и инсулина. Возникают воспаления сосудов, суставов, кишечника. А это приводит и к атеросклерозу, и к различным иным проблемам в организме. Знаете, печень тоже производит всегда много сахара. Из белков и жиров. Это одна из ее функций. Даже если их, то есть сахаров, нет в питании вообще. Потому не переживайте. Если организму, ну допустим мозгу, нужна глюкоза, как многие из вас считают, то ее всегда будет достаточно, если вы даже не будете есть сладкое вообще никогда в жизни. Потому что печень имеет такую функцию. Потому лучше вовсе не есть ничего сладкого. От него один вред. Здоровее будете? Да, я прошу вас обязательно написать отзыв прямо под этим видео. Для его продвижения. Именно так работают алгоритмы в ютубе. Отблагодарите меня хотя бы так за мой труд. А при повышенном сахаре в крови слабеет память. Настроение ухудшается. Возникает ожирение. Растут бока, живот, третий подбородок. Возникает гипертония. А правильно сказать артериальная гипертензия. Поликистоз яичников. Мышцы слабеют, дряхлеют. Кожа обвисает. Быстрее морщинистой становится. Возникает ложный голод. Со всеми вытекающими. Жиреет печень со своими последствиями. А она, напомню, выполняет более 500 функций задач в организме. Ухудшается зрение и функции почек. Сахар приводит к развитию рака. Посмотрите мое видео «Сахар и рак». Я оставлю ссылку под этим видео. И потому приводить уровень сахара к норме надо, уменьшая в рационе углеводы. Любые все. В первую очередь все сладкое на вкус. Ведь эти качели, то гипо, то гипергликемия, очень вредны организму, как и скачки, всплески инсулина. Особое внимание. Не активирует инсулин только два продукта. Это жир, любые жиры, и, соответственно, масла, и клетчатка. Живая клетчатка, то есть зелень и некоторые овощи. А вот активируют инсулин, разумеется, сахар, то есть глюкоза и фруктоза. Все сладкое на вкус. Крахмалы, потому что это полисахариды, состоящие из молекул глюкозы. Правда, не так быстро всплеск происходит, как чистые фруктозы глюкозы. Это понятно, но все же. И, кстати, мало кто этого знает, белки, да, тоже. Конечно, в меньшей степени, чем сахара, тут и сравнивать нельзя, но тем не менее. Вам трудно убрать углеводы, слабая воля? Тогда я вам дам совет. Временно, в начале перехода своего, замените все вредное в перекусах. Тоже перекусами, но вот этими продуктами, а именно зеленью. С натуральным, допустим, песто, потому что это фактически жир и зелень. Или добавьте сливочное масло, или топленое сливочное, или кокосовое, это тоже насыщенные жиры, полезный, кстати, продукт. Замените перекусы салатами, скажем, с льняным маслом или органовым, но в крайнем случае оливковым. И обязательно, чтобы уменьшить количество еды, вредной, ненужной, забейте себе желудок полезной зеленью, ешьте больше зелени перед основным приемом пищи. И вы съедите другой еды гораздо меньше, чем съели бы, если бы не съели перед ней зелень. И откажитесь от сладкого. Так вы постепенно уберете свою инсулинорезистентность. А значит, проживете здоровее и дольше. И вот последний на сегодня вопрос. Что принимать? Чем нормализовать обменные процессы? Ну, вместе с теми мерами, которые я вам сейчас уже рассказал. Как помочь организму устранить дефициты питательных веществ и не допустить их? Конечно, хром. Пиколинат хрома снижает тягу к сладкому и перекусам. Зелень. Ешьте больше зелени, уже говорил. Обязательно принимайте липосомальный цинк. Постоянно, на регулярной основе. Принимайте магний. Например, фульват магния. Принимайте калий. Впрочем, магний и калий, конечно, есть. Хлорели, спирулини, в которых еще есть и почти вся линейка витаминов группы В. Витамины А и Е и прочие все натуральные, несинтетические, заметьте. Это уникальный суперфуд, если его так можно назвать. Я имею ввиду спирулину и хлорелу. Ну, только ешьте биоорганическую, не выращенную в лабораториях, а только добытую в дикой природе. Такая есть. Ссылку оставлю вам под этим видео. Обязательно принимайте витамин D3 плюс К2. Липосомальные. Чтобы понять, что такое липосомальная форма, кто еще не знает, донесение до каждой клетки того или иного витамина или минерала, посмотрите соответствующие мои видео про витамин D3 и К2, про цинк. Ссылки будут под этим видео. А также ссылка на все эти липосомальные витамины и минералы. Принимайте омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, препараты профессора Исаева. Ну, хотя бы латтл с селеном, с мощнейшим антиоксидантом. А перед каждым приемом пищи, как я рекомендовал уже много раз, принимайте по одной столовой ложке натурального яблочного уксуса, гостовского, разведенной в одной трети стакана теплой воды. Тогда пищеварение улучшится и дезинфицирующие свойства желудка также усилятся, что очень важно. Белок в виде аминокислот я очень советую принимать до полуграмма или даже, кто занимается активным физическим трудом, либо качается, до одного грамма в день на килограмм массы вашего тела. Это протеин 4 в 1 и лучше чередовать с аминопротеином. Там есть все незаменимые аминокислоты, а реакции антигена-антитела, иммунной реакции, как на потребление мяса и других высокомолекулярных белков не будет. Принимайте эти протеины и вам постепенно не будет уже хотеться есть сладкое. Что ж, дорогие товарищи, все то, о чем я вам рассказывал, вы найдете под этим видео по ссылкам, которые я вам оставлю прямо под этим видео. А теперь в завершении послушайте несколько секунд очень важной информации. Ну и в завершении я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь и оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok